Псалом 129. Песнь «Восхождение» Из глубины взываю к Тебе, Господи! Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа милость и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий Его. Второе послание к Коринфянам, святого апостола Павла. Глава вторая. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказание от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Придя в Труаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверсто была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего, Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних – запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Первая книга Царств Глава двадцать четвертая И вышел Давид оттуда, и жил в безопасных местах Энгаде. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря «Вот Давид в пустыне Энгаде. И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры и говорили Давиду люди его «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим «Да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры и закричал вслед Саула, говоря, «Господин мой, царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицем на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал, «Не подниму руки моей на Господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду, «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня». И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилева будет твердо в руке твоей. И так поклянись мне, Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего. И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Первая книга «Царств». Глава двадцать пятая «И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его накормили, человек очень богатый. У него было три тысячи овец и тысяча коз. И был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авегея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицем, а он – человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид десять отроков и сказал Давид отрокам, «Взойдите на Кормил и пойдите к Навалу и приветствуйте его от моего имени и скажите так, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида, все эти слова и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, «Кто такой Давид и кто такой сын Иесеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. «Тогда Давид сказал людям своим, «Опояшьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около четырехсот человек, а двести остались при обозе. Авигею же жену Навала известил один из слуг, сказав, «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо, а эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, бывши в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он, человек злой, нельзя говорить с ним. Тогда Авигея поспешно взяла двести хлебов и два меха с вином, и пять овец приготовленных, и пять мер сушеных зерен, и сто связок изюму, и двести связок смокв, и навьючила на ослов, и сказала слугам своим, «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами». А мужу своему навалу ничего не сказала. «Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними, и Давид сказал, «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает. Если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла, и пала пред Давидом на лице свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала, «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на навала, ибо каково имя его, таков и он, навал – имя его, и безумие его – с ним, а я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне, да будут, как навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый. Ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы пращию. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя отмщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою. И сказал Давид о Вигее, Благословен Господь, Бог Израилев, Который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословен на ты, за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови, и отмстить за себя. Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе, если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу мочащегося к стене. И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей, Иди с миром в дом твой, вот я послушался голоса твоего и почтил лице твое. И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский, и сердце Навала было весело. Он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дни через десять поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал, Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову, и послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давидовы к Авигее накормил и сказали ей так, Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену. Она встала и поклонилась лицем до земли и сказала, Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего. И собралась Авигея поспешно и села на осла, и пять служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида и сделалась его женою. И Ахинуаму из Изриеля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Милхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима. Голи, Голи, а в Голи, гармон. Голи, проймон. Голи, дат